Эй, у нас тут не кино для всей семьи. И донатик обработай. Гони травоядных сюда. Не понимаешь, да? Мне нужны козы. К-О-З-Ы. Таких не имеем. Эх, никогда сами не отдают. Интересно, как много рабов сбегало из каменных лагерей? Не отвлекайся! Я знаю одну историю о маленьком мальчике, которому удалось выбраться из-под гнета рабовладельцев, но конец у нее довольно печален. Лукин был сыном фермера, рожденным на окраинах Катуна. Он был еще ребенком, когда ферма родителей Лукина разорилась, и они быстро обнищали. К его бедной семье в имперском обществе отнеслись как к лишнему грузу и вскоре продали в рабство. После года работы в каменных лагерях трудности в итоге взяли свое с отца Лукина, побитого, голодного и загнанного до изнеможения. В конце концов он покончил с собой, оставив мать Лукина в горе. Как-то ночью, во время волнений, она пришла к Лукину и освободила его из клетки. Вдвоем они бежали из лагеря, пока, внезапно, их не перехватила стража. Храбрая мать бросилась на меч стражника, пронзивший ее туловище. Из раны лилась кровь, а мать кричала и вопила, чтобы Лукин бежал, выдавливая стражнику глаза. Лукин бежал к бесплодным диким землям, и его залитые слезами глаза ни разу не взглянули назад. Прошло семь лет с тех пор, как Лукин сбежал из шахт. Голодного и одинокого в пустыне его нашли ниндзя, взяли его под свое крыло и обучили его скрытности и убийству. Он поклялся отомстить дворянам и упорно тренировался под надзором ниндзя. В 22 года он вернулся в родной город, ища крови. Его первой жертвой был господин Курусага, один из верховных дворян внутреннего круга императора Тэньгу. Жуткая сцена предстала перед его личным телохранителем на следующее утро. Труб Курусага был пронзен его же собственным мечом. На меч была нанизана записка, один есть, осталось пять. Император и его внутренний круг получили свою первую из многих смертных угроз. Надеюсь, его казнили. Что было дальше? В конце концов, его поймали и провели в позорном марше по улицам родного города, после чего отправили в хранилище Тэньгу, где его опять подвергали пыткам и заставляли писать книгу под названием «Прекрасный Тэньгу. Дань уважения». Так ему и надо, я бы лично отпорол его розгами. Ты ни хрена не понимаешь, религия, ложь, окран, выдумка тупых святош. Эх, я что-то доказываю без улья с корзиной для белья на голове, надо что-то менять в своей жизни. Наконец-то он ушел. Ты веришь в окрана? Очередной искнанник Роя докучает посетителям бара. Скажи мне, Роя, отвергнутый королевой, почему именно я? Может, на мне висит что-то, что ты хочешь украсть? Ведь все палочники любят присваивать себе чужие вещи. Ай, тупой без улья будет тыкать палкой зависти в мои пороги. Я никогда не брал чужое и не смею упоминать мою королеву. Меня не выгоняли из улья, я сам ушел. Твое счастье, что мой краб не пролезет в эту забегаловку. Кретин. Я все слышу. Целый месяц я убивал козлов, но ни в одном из них я не нашел золотого яйца. А что, если мой брат меня передел, или тот без улья в хабе меня обманул? Исключено. Брат не должен завладеть яйцом раньше меня. Ты слишком много разговариваешь. Болтливых рабов никто не ценит. Непокорным и особо буйным рабам всегда крепко доставалось от их хозяев. Однажды я видел трутня, солдата без языка. Хозяин продавал его по стоимости куска хлеба. Больше работы меньше болтай. Кто и достоин статуса козла отпущения, так это дворяне. Козла? Я тебя четвертою. Что тут происходит? Не твое дело, Рой. Я слышал, как этот в шлеме что-то говорил про козлов. Если тебя выперла королева, то это не значит, что ты должен докрапываться на всех. Катись отсюда! Ээээээ. Я сам ушел из... Мне Грог в голову ударил или я реально вижу гигантского краба? Да. И он несется прямо на нас. Что будем делать? Действовать. Что там происходит? Что ты знаешь о козлах? Я с удовольствием расскажу о башне переполненной козлами, но сначала нам нужно вернуть свои вещи. Мой краб вас не тронет. Кто пустил сюда этих рабов? У нас проблемы. Извини что так долго, ты же знаешь какие эти безулии бестолковые. Ха 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 ха. Понял да? Безулии бестолковые. Приставка без, в обоих словах. Ой да брось, это не мои шутки как говно живоглота, а твои краби мозги недостаточно развиты для моего юга. Прости, я не хотел. Ай бля. Давай док, быстрей. Недоедание сводит меня с ума. Каково сражаться с простреленной насквозь головой? Я думал вы сбежите. Так что насчет той козлиной башни? Всему свое время. Субтитры сделал DimaTorzok Зачем использовать арбалет, если у тебя есть огромный краб? Сэр Тримингтон довольно неповоротлив. Без обид. Были случаи, когда некоторым козлам удавалось убежать, именно в таких ситуациях выручает арбалет. Давай-ка посмотрим кто ты, агнец или козлища. Пустой. Я бы не стал туда заходить. Без улья мне не указ. Ай, помоги мне. Эх. Зачем ты их убиваешь? Это что-то вроде хобби. Если бы были состязания по истреблению козлов, то ты бы оказался в числе призеров. Видимо рабовладельцы забыли оттяпать твой язык. Ха-ха-ха. Итак, начну сначала. Меня зовут Эраст. Если ты не понял по цвету, я из Южного Улья. Очень давно я проглотил свисток, с помощью которого можно управлять крабами, поэтому сэр Римингтон путешествует со мной. Также у меня есть брат, его зовут Карп. Принц жадный до мозга костей, его с позором выгнали из Улья, и теперь он ищет где бы ему набить свои карманы драгоценными железяками. Как это все связано с козлами? Месяц назад, в хобби от одного достопочтенного господина я узнал о козлике, который несет золотые яйца, помимо козлика он рассказал что видел гориллы с сиськами. Не отходи от темы. После услышанной истории о козлике, меня сразу осенило что мой жадный братец сможет случайно наткнуться на это сокровище. А что плохого в том что он получит этого козлика? Ты не понимаешь? Я ненавижу своего брата. Ты не думал что тот человек из хаба, мог не дружить с головой? А я думал что ты умный без Улья, похоже я ошибся. Что будем делать? Очень хороший вопрос, друг мой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok